привет друзья если какой-то турист впервые попавший в наш регион наберет в поиске туризм он обязательно попадет на парк РТИ в Лисичанске по крайней мере карты гугла предлагают этот вариант как достопримечательность давайте посмотрим парк в Лисичанске на РТИ когда-то был да цивилизованным офигительным парком чистым красивым тогда когда работал сам завод РТИ теперь трынгец это наверное фонтан был или бассейн для чего еще гидроизоляцию вижу бассейн точно вижу освещение новое светодиодное небольшую детскую площадочку качельки песочек есть горочка даже мусорка стоит судя по множеству листьев и мусора в парке или не убирают или убирают очень редко реально много грязи тут же через парк проходит высоковольтка или 6 или 10 тысяч а зачем ветки вот выше этой высоковольтной растут дождик идет ветки касаются и могут быть неприятности за этим должны энергетики следить мусорки урны есть то там то там то там это хорошо и из них кто-то мусор выбрасывает нет все убирают но видите листвы листвы много усыпется уже в осень кустики типа пихта только что-то подсохло подсохло малость может поливать надо не должна на зиму становиться такой желтой в общем парк вроде как есть и лавочки есть где погулять есть есть парк является ли он достопримечательностью тут теперь большей достопримечательностью можно считать руины завода резинотехнических изделий а когда-то ведь был заводище номер один по ассортименту выпускаемой продукции по качеству не знаю может быть она и отличалась от европейской в худшую сторону но по ассортименту это был заводище давайте взлетим и посмотрим на то что от него осталось сверху лисичанский завод рты и был одним из крупнейших производителей резинотехнических изделий в украине что он только не производил рукава всевозможное высокого давления с металлоплетками и нитяным каркасом ремни плоские и не плоские формовые и неформовые изделия прорезиненные ткани изоленту клея всевозможные надувные изделия крышки люков даже из резины делал изделия для мчс спасательные жилеты носилки очень очень много продукции выпускал этот завод построен он был еще в 60-е годы его строительство являлось одной из ударных комсомольских строек республиканского значения в 1966 году завод начал работу и произвел первую продукцию по состоянию на начало 80-х годов основной продукцией завода являлись транспортерные ленты пасы регенерат рукава формовая неформовая резинотехнические изделия для различных отраслей промышленности а также резиновые изделия хозяйственно-бытового назначения в советское время завод входил в число крупнейших предприятий города на его балансе находились объекты социальной инфраструктуры а на заводской территории находилась насосная станция городского водоканала в июле 95 года кабинет министров украины утвердил решение о приватизации завода в дальнейшем государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество в августе 97 завод был включен в перечень предприятий имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности украины в дальнейшем до марта 99 он входил в фонд государственного имущества украины с 2004 правительство украины облегчило импорт в страну конвейерных лент иностранного производства что осложнило положение завода начавшийся в 2008 году экономический кризис ухудшил положение тем не менее по состоянию даже на 2010 год завод резинотехнических изделий по-прежнему входил в число крупнейших действующих предприятий города в августе 2010 фонд государственного имущества украины принял решение продажи оставшихся в государственной собственности акций предприятия это привело к тому что 7 июля 2011 года хозяйственный суд луганской области признал завод банкротом и открыл ликвидационную процедуру в отношении предприятия спустя еще шесть лет в октябре 2017 завод начали разбирать на металлолом и к началу 2019 года он прекратил существование опасно сюда заходить опасно влазить везде висят какие-то камни кирпичи куски плитки бетона поэтому не ходите вовнутрь не ходите вовнутрь ни в коем случае шахта лифта три этажа распашные двери никопольский лифт все разбомблено разломано разграблено там еще есть что разбирать поэтому потихоньку ковыряют ковыряют железо из бетона выковыривают печально печально но мы будем помнить эти места будем помнить и детям нашим рассказывать ну а кто виноват или не виноват пусть разбираются компетентные органы вам всего доброго до новых встреч украинский лифт Субтитры создавал DimaTorzok